С тех пор, как человечество смотрит на ночное небо, мы задаем себе самый глубокий вопрос из всех. Мы одни. Мы отправляли зонды на далекие планеты, прислушивались к сигналам со звезд и смотрели в мощные телескопы. И все это в надежде найти ответ. Но что именно мы ищем? Когда мы говорим о поиске внеземной жизни, мы ищем не только маленьких зеленых человечков. Мы ищем саму основу жизни. И на Земле эта основа построена на одном, невзрачном элементе. Это история о химии. Это путешествие на атомном уровне, чтобы понять, почему вся известная жизнь, каждое растение, каждое животное, каждый микроб, неразрывно связано с элементом звездочка-звездочка углерод-звездочка-звездочка. Но является ли это космическим правилом или просто счастливым совпадением для нашей планеты? Возможно ли, что жизнь может существовать без углерода? И если да, то как она будет выглядеть? Это фундаментальный вопрос в астробиологии. И ответ может быть более странным, чем вы можете себе представить. Первая и самая важная причина – это непревзойденная универсальность углерода в связывании. Атом углерода имеет четыре валентных электрона, что означает, что он может образовывать четыре невероятно сильных, стабильных ковалентных связи. Это может показаться простой деталью, но это ключ ко всему. Представьте себе атом углерода, как будто у него есть четыре руки, готовые соединяться с самыми разными другими атомами, включая другие атомы углерода. Эта универсальность позволяет ему образовывать не только одинарные, но и двойные, и даже тройные связи. Эта способность образовывать разные типы соединений – вот что позволяет углероду выступать в качестве центрального каркаса для огромного и разнообразного множества молекул. В отличие от других элементов, которые ограничены в своих возможностях связывания, углерод – это идеальный соединитель, способный строить сложные и замысловатые структуры с почти безграничными возможностями. Исходя из своей универсальности, второе большое преимущество углерода – это его способность образовывать невероятно сложные и замысловатые молекулы. Связываясь с самим собой и с другими атомами, углерод может создавать длинные, стабильные цепи и сложные кольца, которые служат основой для самых важных молекул в биологии. Это основа четырех основных макромолекул жизни. Углеводы – это длинные цепи углерода, которые запасают энергию, в то время как липиды со своими сложными углеродными структурами образуют клеточные мембраны и служат еще одной формой запаса энергии. Белки, рабочие лошадки, клетки – это длинные цепи аминокислот, каждая из которых построена на центральном углеродном каркасе. Наконец, нуклеиновые кислоты, такие как ДНК и РНК, которые содержат генетический код всей жизни, являются сложными полимерами с центральной углеродной структурой. По сути, углерод – это каркас, на котором построена вся жизнь. Сложность, необходимая для живой системы, для хранения информации, катализа реакции и поддержания физической структуры, просто невозможно без элемента, способного образовывать эти обширные, трехмерные молекулярные архитектуры. Третья причина – идеальный баланс между стабильностью и гибкостью. Связи, которые образуют углерод, часто описываются как находящиеся в зоне златовласки. Они достаточно сильны, чтобы удерживать сложные молекулы вместе в динамичной, водной среде клетки, чтобы они не распадались. Но они не настолько сильны, чтобы их нельзя было разорвать и сформировать заново. Этот баланс имеет решающее значение для метаболизма. Сам процесс жизни, поглощение энергии, создание новых молекул и расщепление старых, требует связей, которыми можно манипулировать. Если бы связи были слишком слабыми, все наши молекулы растворились бы. Если бы они были слишком сильными, все наши биологические реакции были бы невозможны. Связи углерода – в самый раз, что позволяет химии быть одновременно долговечной и динамичной. Последний ключевой фактор – это изобилие. Хотя уникальные свойства углерода являются его главным преимуществом, он также оказывается одним из самых распространенных и наиболее легкодоступных элементов в известной Вселенной. Углерод создается в ядрах звезд и является ключевым компонентом планет и космической пыли. Он повсюду. Тот факт, что углерод химически совершенен и изобилует в космосе, означает, что он был легко доступен для эволюции жизни с самых ранних моментов формирования нашей планеты. Почему кремний не является хорошим заменителем углерода? Прежде чем мы перейдем к этому, сделайте мне одолжение и нажмите кнопку «Нравится», если вам нравится это глубокое погружение в химию жизни. Это действительно очень помогает нам. И если вы также, как и мы, любопытны к Вселенной и всем ее тайнам, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Элемент кремний имеет схожую электронную конфигурацию с углеродом, поэтому его часто рассматривают как потенциальную альтернативу. Однако более пристальный взгляд на его химические свойства показывает, почему он вряд ли сможет поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. Атомы кремния больше, чем атомы углерода, и эта разница в размере имеет значительные последствия для химического связывания. Связи, которые кремний образует с другими атомами кремния, намного слабее и менее стабильны, чем связи углерода. Эта слабость затрудняет кремнию образование длинных, сложных цепей и замысловатых кольцевых структур, которые необходимы для построения биологических молекул, таких как белки и ДНК. В водной среде эти цепи на основе кремния просто развалились бы. Ключевое различие между химией на основе углерода и химии на основе кремния заключается в том, что происходит, когда они окисляются. Когда живые организмы на земле метаболизируют углерод, основным продуктом распада является углекислый газ-газ, который легко выводится. Кремний же, когда окисляется, образует диоксид кремния, который является твердым веществом, также известным как песок. Для теоретической формы жизни попытка вывести твердое вещество, такое как песок, была бы невероятно неэффективной и потенциально невозможной, что привело бы к постоянному накоплению отходов, которые остановили бы метаболизм. Способность углерода образовывать одинарные, двойные и даже тройные связи дает ему универсальность для создания широкого спектра молекул с различными формами и функциями. Кремний, с другой стороны, гораздо менее склонен к образованию двойных или тройных связей. Эта ограниченная способность связывания серьезно ограничила бы количество и сложность молекул, которые можно было бы создать, что затруднило бы достижение разнообразия, необходимого для жизни. Соединения кремния также очень реактивны с водой. В процессе, называемом гидролизом, длинные цепи атомов кремния развалились бы при воздействии воды. Поскольку жидкая вода считается наиболее вероятным растворителем для жизни во Вселенной, это свойство является серьезным препятствием для жизни на основе кремния. Хотя Вселенная может таить в себе бесчисленные возможности для жизни, основные химические свойства кремния делают его неудачным кандидатом для создания сложных, динамичных и стабильных структур, необходимых для поддержания жизни. Итак, хотя углерод может править в нашем уголке космоса, что является истинным свидетельством его уникальной и совершенной химии, Вселенная – это очень большое место. Наши поиски жизни только начались. И хотя мы продолжаем искать жидкую воду и сигнатуру углерода, какая-то часть нас надеется найти нечто настолько радикально отличающееся, что это поставит под сомнение все наши представления о том, что значит быть живым. Итак, что вы думаете? Может ли жизнь на основе кремния существовать в мире совершенно другой химией, или же углерод действительно является единственным элементом с идеальным набором навыков для создания жизни? Если этот ролик разжег ваше любопытство, пожалуйста, подумайте о том, чтобы нажать кнопку «Подписаться» и поставить «Нравиться». Ваша поддержка помогает нам создавать больше подобного контента.